The original link to the video will be in the description down below. В Liquid есть явно то, что им поможет победить. Но хватит ли этого в серии с трёх матчей? Однозначно, они должны доказать. Астралис доминирует на протяжении целого года. Да, ты прав. Было ощущение, что все звёзды сошлись. Мы были лучшей командой в мире. И меня постоянно бесило, даже после третьей победы, люди писали «Вы реально думаете, что вы лучшие в мире?» «Да ни хрена, я уже считал, что мы лучшие после второй победы!» Я думаю, на Liquid давят ответственность. Очень трудно быть лучшими и при этом делать в стиле Liquid. И в итоге упасть до звания просто хорошей команды. Взлёт и падение Liquid. Liquid на протяжении многих лет были одной из лучших команд Северной Америки ПКС Гоу. До 2019 года они были очень близки к победе. Симпл, Хико, Тако. Множество игроков пытались и отступались в попытке достичь успеха под знамёнами Liquid. Ругаются, спорят, бьют по столу. Не слушаемся, отвлекаемся. Когда это закончится? Я честно спрашиваю. Когда это закончится? Да, иногда проскакивали вспышки хорошей игры, но Liquid никогда не могли найти постоянства. Мы просто не можем дожать до конца. Есть ощущение, что это мелкие ошибки. Думаю, это приходит с опытом. Эти мелкие вещи. Но в конце 2015 года, после ещё одного провала, Liquid собрали новую команду. Которая ощущалась по-другому. Nitro, ветеран команды. Ронни, игровой лидер. Элиш, суперзвёздный рифлер. Твист, главный талант с самым большим потенциалом по механике во всей Америке. Нафт, недоценённый рифлер. Твист, главный талант, который наконец нашёл команду, подходящую по его скиллу. И последняя часть паззла. Стюит Укей. Победитель мейджора, который провёл пару плохих месяцев в Бразилии, играя за Mibor. Но новый Liquid первый раз стартовали с крупной победой, и дальше они поднялись на такую высоту, которая не была доступна раньше. И да, команда Синеги очень помогла. Но был ещё один фактор, повлияющий на успех Liquid. Liquid называли американским Астралис. Потому что они почти на 100% скопировали стиль игры лучшей команды. Я верю, что копируя стиль Астралис, и это правда, мы верили, что они это стандарт. Их командная работа и основа, это планка, до которой мы должны были дотянуться. Но Liquid не хотели быть американским Астралисом. Они не хотели, чтобы их сравнили с кем-то. Они хотели быть чемпионами по своим правилам. Я не думаю, что кто-то из нас об этом думал, быть тенью Астралис. Но это так и было на протяжении всего прошлого года. Если честно, мы были самой доминирующей второй командой. Реально, мы всех тогда обыгрывали, кроме Астралис. А часть успех Liquid объясняется обходом стандартной ролевой модели Counter-Strike, где позволяли каждому игроку делать то, что он хочет в каждом раунде. Например, у Liquid не было главного снайпера, и каждый член команды мог быть как люркером, открывающим или саппортом. У нас было мышление, что если так делает Астралис, то так и надо делать. Но в этом году мы посмотрели и перевернули немножко мышление, и поняли, что можем сделать лучше. Что начиналось с разных результатов в начале года, закончилась новой эрой, перед тем, как закончилось лето. Эра команды Liquid. Джон Туэста, But he's got the kill, и Liquid имеет And two in the Intel Grand Slam. О, мой бог! Эминек в 1-3 с 19 секундом! Убереждающиеся, ладжи и джентльмены! Тим Ликвид, это Сезон 9 Чемпион! Нет Дефузе китов в 2-2, и Ликвид сцены на 2-1. Если это РПК, они могут быть в серьезных проблем. Это будет! И это Тим Ликвид! И это значит, что это значит! Ликвид не только выиграли Гранд Слэм, они выиграли за самый кратчайший срок, выиграв 4 турнира подряд, чтобы заработать миллион долларов. Но и этого было недостаточно, чтобы все успокоились и признали их лучшими. Даже после третьей победы люди писали, вы реально думаете, что вы лучшая команда в мире? Да, мы думали, что мы лучшая команда уже после второй победы. После того, как мы выиграли Гранд Слэм, и тогда даже были вопросы, действительно ли вы номер один? Где вы раньше были? Хейтеры скажут, что Астралис были не в идеальной форме, поэтому Ликвид не могут до конца себя назвать лучшими до тех пор, пока они не обыграют РЕАЛЬНО лучшую команду в финале большого турнира. Но Ликвид не позволяли в них сомневаться, они продолжали обыгрывать одну команду за другой. Серия Ликвид продолжает вплоть до берлинского мейджора. И у всех было то же самое. После такого доминирующего выступления не было сомнений, что они наконец-таки возьмут свой первый мейджор. Но перерыв оказался пророческим для их формы. В жестоком повороте событий, Ликвид начали проиграть Астралис снова и снова. Их поражение на гранд финале Бласта было последним гвоздем в крышку Гроба. 2019 год должен был стать годом Ликвид, но так не получилось. И в 2020 году соревновательный CS GO шел в онлайн из-за мировой пандемии. Это означало, что у Ликвид никогда не было реального шанса в игре самый престижный трофей в CS GO. Как быстро и решительно был подъем Ликвид по соревновательной лестнице, так же было и стремительное падение. Их поражение на гранд. Кэллиж уже будет в порядке. Настя и быстро. Молокопом делает все ужасно. Модом у него уже дропа. И Традио оставил все на Твист. У него не было ниже его лучшим угрозом, но он может быть успешным. Он смотрит вокруг. Он должен быть осторожным. У него два игрока. И ОСИ скорее spotted. Он не может сделать ничего. И после первого первого мая, Ликвид в фавору, Клод9. Их поражение на гранд. И теперь это зафиг. Продолжение следует... Что касается их противостояния с Астралис, на 2020 году несколько игроков в Астралис взяли перерыв, что означало, что у Ликвид не было возможности отомстить тому составу, который закончил шествие. Ликвид также сделали большое изменение в составе. После пяти лет с Ликвид ушел Нитро. Он был заменен на Гримма, а Стюит О'Кейс стал игровым лидером. Я очень расстроен уходить, я не знаю, какое будущее меня ждет, но реально странное ощущение, когда ты уже не игрок Ликвид. Как этот состав сможет адаптироваться под новые реалии киберспорта, только можешь догадываться. Но точно можешь сказать одно. Успех Ликвид и их противостояние с Астралис сделали лето 2019 года одним из лучших моментов в истории Counter-Strike. И Ликвид готова сражаться, чтобы вернуть это все назад. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про Ликвид. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы следующих видеороликов. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшнлез есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok